Нераритет и не музейный экспонат столетнего оборудования в действии. Этот станок сделан еще при императоре в Германии. Ему больше 120 лет. Мы, конечно, заменили ему все электродвигатели, подшипники, всю систему смазок. Но в следующем году вообще планируем модернизацию, сделать ему уже современную систему натяжения. Станок работает, еще лет сто отработает. В соседнем цехе новые станки. Недавнее приобретение сам цех тоже новый. Раньше тут был просто пустырь заброшенный. То есть это было просто заброшенное место вокруг завода. Мы его пристроили к заводу, сделали выезд для возможности завоза оборудования и материалов. И купили вот два новых прокатных станок, которые позволят катать больше, качественнее продукцию. Завод экспериментальной металлургии Мценск прокат начал глобальную модернизацию. Она позволит предприятию нарастить объемы производства и улучшить условия труда заводчан. На предприятии запущена программа модернизации прокатных и волочильных станок. Почти 20 контейнеров оборудования приехало из Китая. Идет уже второй месяц установка оборудования. На следующей неделе ждем приезда уже китайских специалистов, которые это оборудование сделали для финального запуска. И в следующем году мы должны выйти на производительность по этому цеху в районе 50 тонн по месяцу проката на этих двух станах. Один стан позволяет катать ленту от 2 мм до 0,5 мм, а второй тоньше от 0,5 мм до 0,5 мм. Новое оборудование – это способ повысить эффективность производства, наращивать мощности, повышать качество и ассортимент выпускаемой продукции. Здесь производят металлопрокат любой сложности. Основная задача на следующий год – запуск колочного цеха. У нас на горе стоит цех, там будет у нас участок ковки, закуплено 4 молота. В следующем году ждем поставки. Там установили кровлю, восстановили стены, проводим частое электричество и будем готовить фундаменты для установки. То есть там в 2,5 тысячи метров будет полноценный колочный цех. А дальше? Дальше мы продолжим строительство. Нам нужен цех для влачения отдельно построить, нужен цех для ЧПО обработки тоже вынести. Вот так планируем строиться дальше. В планах компании поэтапное увеличение численности сотрудников. До 200 человек в будущем году. Сейчас их более 160. У нас развивающееся предприятие, стабильная зарплата. Ну и создаются условия для работы очень хорошие, поэтому очень нравится работать. Роман Анисимов – главный инженер. От теории перешел к практике 5 лет назад. До этого преподавал в ВУЗе. Ввиду того, что на предприятии довольно-таки специфическое оборудование, которого немного по России, у нас очень большой упор делается на то, что мы работаем непосредственно с моим прибывшим, с молодежью. Мы взаимодействуем с нашим меценским филиалом по подготовке специалистов, принимаем студентов на практику. И более опытные работники под свое крыло берут более молодых, объясняют, показывают и затем контролируют выполнение задачи. Завод-резидент Тассер Мценск и участник нацпроекта «Производительность труда». Улучшая показатели, заводчане не забывают о городе, в котором работают. Мценск-прокат взял Шевстова над стадионом. Им нравится тема развития спорта в городе. Они содержат две футбольные команды. И что самое главное, это не пиар-ход, который взрослую команду, мы Мценск-прокат, победители Кубка области, две наши команды стали бронзовыми призерами первенства в области в этом году. Нет, они еще и детей, как бы сказать, помогают развитию детского футбола. И выезды, и форма, и инвентарь, и все остальное прочее. Это самое главное, это фундамент всего развития. Наталья Пехтерева, Александр Савенков, телеканал «Первый областный». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!